Проникновение в душу человека, чтобы душа откликалась, что Слово Божие живо и действенно. Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Вопрос 710, 2 том. Как вы относитесь к полигамным бракам? В Новосибирске выступил один врач за возобновление подобной инициативы и в наше время. Ответ Игнатия Лапкина. Противники полигамии говорят, что Бог не из всех ребер делал жен Адаму, а только из одного. И еще. У Христа одна церковь, его жена, а не много. И то, что в Новом Завете разрешено иметь только одну жену. Но врач-то выступал и говорил, рассматривая этот вопрос только с физиологической стороны. Если человек есть стадное животное по Марксу, и, как учили коммунисты, у человека нет души, то, конечно, нам нужно заимствовать эту идею из мусульманства со всеми правами и обязанностями современных соломонов. Святые мужи-пустынники ограничивали соитие с законной женой, когда муж видел, что она уже забеременела, объясняя тем, что поле не засеивается вторично по ранее посеянному и взошедшему. Думаю, что эти сравнения не подходят. Сколько сегодня погибло ребят, столько будет не вышедших замуж. И не надо смеяться над этой темой и над предложением Жириновского Владимира Вольфовича. Каждому мужику по шесть баб. Повторяю. Если исходить из постулата, что Бога нет, тогда нужно провозгласить полигамию, узаконить ее, и демографическая проблема будет решена. Богу нашему слава во веки веков. Аминь. То есть это оживление этих вопросов. Субтитры создавал DimaTorzok